Итак, ребята, всем привет! С вами снова Эдисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, ребята, не забываем выбирать шейдеры, да? А прос еще продолжается. И давайте сейчас прос, наверное, поиграем. Вот что я заметил, ребята, вот что я заметил. Сейчас давайте выключим. Возьмем все наши вещи. Они вот где-то вот-вот-вот-вот-вот тут. Да. Вот так вот. Сейчас. Вот так. Ребята, бегал я тут, бегал по кругу, смотрел, искал покемонов и заметил я одну странную вещь, ребята. Приехали какие-то таджики и что-то начали тут строить мне под носом возле моего дома. Я что-то сначала даже, знаете, как-то не понял, что за хрень, что там землю не покупали. Но потом по связям пробил, короче, и как я узнал, там у нас, ребята, сейчас мы посмотрим. Вот тут начали, короче, строить безобразие полное. Как я понял, ребята... Сейчас, давай, прогружайся здесь, земелька. Короче, ребята, как я понял, начали тут строить поке-поке-поке-поке-стадион. Тут у нас, я так понял, какой-то он огненный стадион будет, да, тут... То есть тренер покемонов, босс покемонов будет с огненными покемонами. Вот, видишь, еще туда забраться нельзя, твою ж мать. То есть стадион еще не достроен, ребята. Не знаю, когда вот достроят его, но я так думаю, в ближайшее время будем... Будем... Подгонять, да, людей, чтобы быстрее строили вот этот поке... Вот этот паке-стадион, что там будет тренер покемонов, да. И, в принципе, пойдем мы убьем вот того, выиграем у тренера покемонов и заберем себе его значок, да. И, походу, мне так кажется, если все-таки строится тут стадион огненный, как бы, да, огненный значок, что тут будет тренер покемонов, которого выиграешь и забираешь значок, то мне так кажется, ребята, что если вот этот стадион будет у нас огненный, то, наверное, потом будет и водный стадион, то есть можно будет выиграть и водный значок, и потом еще какой-то значок, короче, все значки, что там есть, да, и психические покемоны, и земляные, и водные, и каменные, короче, все покемоны, мне так кажется, будут. Ну, посмотрим, может, действительно, кто-то там надумает и будет строить там стадионы, да, я потом еще по связям пробью, знаете, может, там кто-то действительно надумает еще строить. Ну, где этот, вот он, капот. Так. О-о-о, не тебя, не тебя, не тебя. Поэтому, ребята, ждем, я так думаю, в ближайшее время стадион уже достроится. И мы пойдем выигрывать себе значок, да, огненной значок. Как я понял, ребята, там нельзя будет находиться с легендарными покемонами, не знаю почему, кто-то там установил правило. Нельзя, короче, с легендарными покемонами туда идти, так как это будет немного читерства, если мы туда пойдем с Мью-ту даже, чем, например, да, Мью-ту там, короче, всех раскидает, и все, и попа. И выиграли сразу же. Поэтому, ребята, легендарные покемоны там не будут. Если считать, что это огненной покемон, огненной стадион, как бы, огненной значок будет, да, то нужно тогда прокачивать, ребята, водных покемонов, да, и потом идти выигрывать в этого огненного застранца, как бы, огненной значок, да. Значит, нужно, ребята, качать водных покемонов. Сейчас мы как раз пойдем домой и посмотрим, какие у нас там есть водные покемоны. Ага, кто тут у нас есть? Водный, водный, водный тип. Водный тип. Вот, вот, вот это, Каракоста. Вот этот. То-то-дайл. Бласт-тоис. Да, в принципе, есть. Тут есть много всяких водных типов. Еще тут, например, ну, тут я, вот, Голдак, это вроде водный. Ривардус, не знаю. Лапрас, вот. Кто тут еще есть? Вот, Маткип, конечно же. Есть, есть, как раз, есть нормальное такое количество водных покемонов, ребята. Еще, и у нас еще вроде легендарный водный покемон есть. Я что-то про него как-то забыл, что у нас есть вот этот легендарный покемон. Керч, или как он там называется, офигенный покемон. Я что-то как-то даже вот с этими покемонами и не хожу, не знаю почему. Ну, этот офигенный покемон, плюс к тому у нас есть еще и райквазы, я что-то про них как-то и забыл. Ну, нифига себе он быстрый. Короче, по всему прыгает, по деревьям, по воде, по всему, короче, пофиг. Ну, ладно, идем тогда домой. Поставим его в дом. Ну, в дом, в компьютер, да. Где он, вот он, тут должен был быть. Так, сейчас давайте поставим в компьютер тех покемонов, которые уже прокачены. Так. Вот, ставим его. И его. И берем на прокачку, кто тут у нас еще не прокаченый. Вот этот, если я помню, кто-то мне говорил, что он прокачивается с помощью счастья, давайте как раз сейчас, наверное, его и прокачаем. Да. Если он с помощью счастья, вот давайте еще тогда, 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 тогда возьмем еще кого-то на прокачку. Вот этого, например, да. Если они прокачиваются с помощью счастья, то... Не они, вот только вот этот. То давайте как раз сейчас его и прокачаем. Вот так. Тут у нас вот это. Тут вот это. И вот так. Да. Так, что, 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 что мне нужно? Давайте возьмем полстака алмазов. И пойдем себе, ребята, понакупаем. О, не, 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 сейчас, 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 сейчас. Я еще забыл одну штуку. Она у нас есть, надеюсь, да. Не продали еще. Не, ну продали там, да, несколько штук. Но, не все. Это, чтобы, вроде, на счастье, как бы, счастье эволюционировал. С помощью счастья эволюционировал, да. Так. Алмазы. Это, да, у нас вот тут. Отлично. 56 раркинди, это уже нормально. 56 уровней, это до хрена, в принципе. Так, сейчас. Там у нас еще покемон босс, так что давайте, может, еще и вот так прокачаем немного. Он что, уже пропал? Нет, не пропал, вот он. Вот он. Хотя бы уровень ему прокачаем, чтобы уже на пару раркинди меньше использовать. Ну да, два уровня ему даже прокачали, отлично. Так, ребята, так, ребята, так, ребята, сейчас. Вот так. Давайте, как раз, его прокачаем, сейчас. Ну, я точно не помню, это ли он. Ну, вроде вот этот, что мне говорили, что он прокачивается с помощью счастья. Ну, давайте прокачаем. В принципе, раркинди у нас есть достаточно, и алмазов, мне так кажется, тоже. Поэтому можно прокачать. 43-й, еще нет. Сколько там ему еще? Еще 50 где-то. Да, действительно, эволюционирует он с помощью счастья. Пишите, пишите, ребята, кто как эволюционирует, чтобы я знал. Вот, например, я не знал, что этот эволюционирует с помощью счастья, пока мне не написали. Ну, спасибо, спасибо, кто написал, кто сказал. А то я бы и не знал, в принципе. Ух ты, нихрена себе. Ух, нихрена себе. Сила. 140. Не, ну, реально офигенный покимон, прикольный такой. Ли-а-ва-ни-и. Ну да. Ну да-да-да-да. Ну да. Раркинди, фиг тебе. Ты уже как раз прокачанный. Хорош. Так, ну, отлично, прокачали мы его. Спасибо, кто написал, я действительно не знал. Идём, ставим мы его в компьютер, ребята. Ой, так. Ставим. Ой, щас, 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 вот это забираем. Или... Не, ну, в принципе, да, он уже прокачанный. Так, ставим его в компьютер. Вот сюда. И кого ещё можно взять на прокачку? Кто тут ещё не прокачанный? Клефарий. Так, щас, 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 щас. Там у нас ещё один покемон-босс. Так. Ух ты, нет, это... Это туда же нет. Так, отлично. Идём домой. И вот она эволюционирует с помощью Мунстона, как я знаю, помню, как говорили. С помощью Мунстона. Так что возьмём Мунстон. А, ну да, щас. Квилава, 30 уровень. Ещё немного осталось, 6 уровней. Так, Мунстон, Мунстон. Вот он, Мунстон. Так, так, так. Идём мы её прокачивать. Клифарий. 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 Как она там говорит? Иди сюда. Вот, отлично. Ну, давай-давай-давай. Давай. Кли... Клиф... Кли... как она там говорит ну скажи чё то ладно пускай будет вот так отлично ребята прокачиваем покемонов вот этого и сейчас кого можно прокачать сейчас я уже если честно даже не знаю не знаю не знаю ю у нас есть рай кваза у нас есть киорч у нас есть капут ну принципе дофига всяких покемонов а кого бы сейчас прокачать кто у нас тут не прокачанный капут нужно уже новых покемонов ловить и вот этот вот этот вот этот вот этот чего не прокачанный да словили мы его вот так 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 чё я хотел чё я хотел чё я хотел давайте действительно вот это все поскладываем в сундуки так а ну там вот так отлично где уж нифига себе 10 мастер болов ребята я даже не знаю куда нам будете их тратить ну если мы принципе будем покупать алтари да то то а мы в принципе будем использовать для мастер болы чтобы чтобы ловить легендарных вот то что как использовать в тело алтаре я как бы пробовал пробовал да в креативном режиме что там да и как но чуть не получается как бы да ты покупаешь алтарь ты его ставишь и и и и что дальше ты ты берешь орб до соединяешь орб например огненный алтарь да ты соединяешь орб с огненным камнем да и получается орб ну огненный орб чё там такое и ты как бы его пихаешь в алтарь да и тебе там пишет что орб чё-то не заполнен там не хватает энергии или чё такое вот и вот ребята кто знает как вот это все сделать чё там нужно делать с этим орбом и как принципе потом вызывать вот этих самих покемонов из вот этого легендарь покемонов с алтаря кто знает конкретно что там нужно делать вот с этим орбом то ребята пожалуйста напишите давайте идем сюда если убьем вот этого где где-то я опита заспанился где-то где он где-то вот тут вот он только не знаю убьем ли мы его мета у нас мертвый ну иди ты уже сюда да где ты вот вот наконец-то капут наконец-то это да я не в того попал вот ух ни хрена себе не знаю убьем ли мы его убили отлично так идем домой вылечим наших покемонов где где наш чё это не грузится так как должно грузиться ну давай 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 отлично так давайте пойдем на наш остров давно мы там не были ну давно не давно но может вдруг тут кто-то да есть ну че вот эти текстуры как-то грузится так не по-людски слишком какое-то большое время забирают чтобы прогрузиться фиг его знает почему ты там еще куда упал ну ты в принципе нормальный ты всегда такой уровень так что а ну один покемон так кто тут кто тут кто тут ты какой-то опасно 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 а ну давайте включим на секунду шейдеры как как вот тут вообще все будет смотреться с этими шейдерами не ну так в принципе прикольно да 48 уровень а вот с этим с этим вообще вода должна просто офигенно смотреться да вода тут конечно офигенная ух ты а под водой еще лучше нет не лучше конечно же но вода реально тут просто офигенная так ладно идем и вот давайте пойдем в горы ух ты ух ты че светло нереально там было ладно выключим пока что эм так так вот ты и давайте на нем полетаем может каких то покемонов дай найдем там у нас покемон босс покемон босс еще один главное не в земле пожалуйста а он в земле ну точнее где то в шахте ну точнее где то в шахте ладно вот где то он вот 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 тут высота тут большая так что копать будем долго мне так кажется вот он вот он вот он вот он отлично так отлично там у нас еще один вот он вот отлично отлично так давайте может спустимся в шахту там немного может что то да и будет так ну походу нифига главное сейчас в лаву не упасть так отлично ух алмазики 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 ребята хотя у нас просто нереальная куча алмазов но ну все таки это алмазы шайни 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 покемон ну мне кажется он в земле ладно сейчас давайте вот тут поставим маркер вот тут вот тут какая это высота это у нас двенадцатая высота и тп хаемся вот сюда кто пиджей он же у нас вроде есть где он я понимаю что он шайни но он вроде у нас уже есть или я не помню ну вроде мы какую-то птицу словили если честно но я не помню он ли это там лучше все таки сломи ребята А то, если кажется, что это не он, то будет не очень. Я, честно, я не помню. Ну, походу, это он. Давайте вот сюда тпхнемся. Главное, в лаву сейчас не бабахнуться. Фу, отлично. Так. Идём мы вот сюда куда-то. Так. Не, я понимаю, это алмазы, да, и куча тут алмазов не будет, но это всё-таки же алмазы, ребята. Кто будет оставлять вот так алмазы? Даже если у тебя их там несколько стаков, да. Ух, валим. Изумруд, я не буду, хотя изумруда тут куча, но не нужен нам изумруд, ребята. Сейчас. Давайте вот сюда быстренько сбегаем. Главное, в лаву сейчас не опять не... Ну, опять нет, но... Так. Фосил, фосил, фосил. Нам остался один фосил, ребята. Кто не знает, один фосил. Не, ну, не, кто не знает, но... Сейчас. Один или два? Я сейчас не помню. Вроде два фосила есть, но как бы одного в игре нету, да. То есть, один фосил есть, как бы в игре, но он что-то не спавнится или что-то такое. Ну, короче, что-то такое, да. Поэтому, ребята, одного фосила у нас нету. Вот там какой-то есть проход. Или нет? Или это что-то непонятное? Нет, тут нет, в принципе, да, есть какой-то проход, но... Тут куча гравия, и, как мне кажется, больше ничего тут нету. Нужно искать, все-таки, ребята, последний фосил, чтобы были все покемоны, фосил. Да. Так, идем домой, давайте... Домой. Да домой, ты ж карта. Ты что, издеваешься, что ли? Че-то перескакиваешь так. О, капот. Так. Пиджи. Шайни Пиджи, ребята. Но я не знаю, есть ли он у нас. Вот. Шайни Пиджи. Фироу. Есть у нас Фироу. Значит... Там че, дождь идет? Так, сейчас, секундочку, ребята. Так. Ну, в принципе, Пиджи. Я не... Пиджи это же вроде... Фироу это вообще другой покемон. Пиджи это у нас идет Пиджи. Потом вроде Пиджиотто. А потом Пиджиот. Как я знаю. И вроде отлично. Словили мы, ребята, нового Шайни Покемона. И это офигенно. Ну, давайте сначала вот этого все-таки прокачаем. И, ребята, давайте на этом все-таки закончим. Нашли мы еще одного Шайни Покемона. И ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем все за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok